Вашингтон поставит Израилю 14 тысяч танковых снарядов в интересах национальной безопасности США. МИД Украины напомнил, что проведение выборов президента России на оккупированных украинских территориях будет незаконным и поставит под сомнение легитимность общих результатов. Фильм «Жустин Трия. Анатомия падения» получил четыре награды на церемонии вручения Европейской кинопремии в Берлине. Госдепартамент США одобрил продажу 14 тысяч танковых снарядов Израилю на сумму в 106,5 миллионов долларов. Сделано это будет в чрезвычайном порядке, без рассмотрения Конгрессом, так как, по словам главы ведомства Энтони Блинкина, Сделга отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Израиль продолжает там военную операцию против боевиков Хамас, в ходе которой гибнут и мирные жители. Киев резко осудил планы Москвы провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины. На этой неделе российские власти сообщили, что они пройдут с 15 по 17 марта, а Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок. МИД Украины напомнил, что любые попытки проведения голосования на оккупированных территориях являются незаконными, и призвал международное сообщество ввести санкции против тех, кто причастен к его организации. Киев также предостерег зарубежные стороны от отправки наблюдателей на такие псевдовыборы и предупредил, что нарушителям грозит уголовная ответственность. Тем временем Украина продолжает избавляться от символов советского прошлого. Накануне в Киеве демонтировали памятник командиру Красной Армии времен Гражданской войны Николаю Щерсу. За последние годы в рамках декоммунизации в Украине снесли несколько тысяч таких монументов, а также переименовали сотни населенных пунктов и десятки тысяч улиц. Триумфом французского фильма «Жустин Трия. Анатомия падения» завершилась церемония вручения Европейской кинопремии в Берлине, которая ежегодно присуждается лучшим картинам Старого Света. «Анатомия падения» получила награды за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучший фильм, а Сандра Хюллер – приз за лучшую женскую роль. Ранее картина завоевала золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Главная героиня фильма – немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, выпав из окна. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии – ее незрячий сын – начинает сомневаться в невиновности матери. В ходе расследования и последующего судебного процесса «Жустин Трия» проводит глубокий разбор отношений с супругом. В конкурсе также принимали участие фильмы «Опавшие листья Аки Каурисмяки», «Зеленая граница» – Агнешки Холланд, «Я капитан Матео Гароны» и «Зона интереса» – Джонатана Глейзера. Главное, приготовьте пачкарни. Аберлин, Федерик Понсар, «Ероньюз».